Заплати водителю. На городских маршрутах появились троллейбусы без кондукторов. Оплата проезда осуществляется через водителя. С одной стороны, из-за кадрового дефицита в МУППТ это вынужденная мера, а с другой, в соседних регионах такую систему опробовали и внедрили в пассажироперевозки давно. На самом деле, у наших соседей, как правило, используются смешанные формы продажи контрольных билетов. Среди правилами перевозки пассажиров, утвержденных 112-м постановлением правительства, которым мы руководствуемся, допускается продажа билетов как кондукторами, так и водителями. Сегодня у нас несколько троллейбусов на тех маршрутах, где не очень высокий пассажиропоток. Мы тоже используем бескондукторную систему оплаты проезда, когда билеты продает водитель. Есть уновшества и свои минусы. Например, это может создать неудобства пенсионерам или мамам с детьми. Время, затраченное водителями на расчет с пассажирами, может сказаться на графике движения. Но троллейбусы без кондукторов в Иванове работают только в период спада пассажиропотока, на самых спокойных в этом смысле маршрутах. Водитель, который работает без кондуктора, оповещает пассажиров о том, что кондуктора в салоне троллейбуса нет, и оплату надо произвести у него. Естественно, мы будем создавать условия для того, чтобы пассажирам было очень удобно это сделать. И, соответственно, очень четкие инструкции о том, что билеты водитель продает только на остановках, для того, чтобы ни в коем случае это не повлияло на нарушение правил безопасности движения. В МОППТ мониторят реакцию пассажиров на изменения. Жалоб пока не поступало. В любом случае полностью отказываться от кондукторов на предприятии не планируют. Только частично, чтобы кадровые трудности не влияли на расписание движения. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.